В этом сезоне в чемпионате области участвуют пять команд. Саровчане отыграли встречи первого круга на выезде. Все закончились поражением. По словам Сергея Макеичева, сказался недостаток финансирования и тренировок во время пандемии. Да, автобусы суточные, арена, предоставляют лёд, предоставляют раздевалку. Это большое спасибо, что не бросают. Но ни клюжек, ни формы, ничего нет. Может где-то подустали, может пандемия сказывается. Ну, я думаю, сейчас там все команды выходят в плей-офф. Ватч играет не за отчёт, а все четыре команды выходят в плей-офф. И приблизительно все одинаковые. То есть нет такого, что нас там разорвали. То есть где-то в одну шайбу, где-то в две проиграли. Первую игру второго круга ХК Саров сыграет со Спартой дома 30 января в 12.00. А 6 февраля примет Кстова. К встрече с ватчинской командой наши хоккеисты готовятся особенно. Очень хорошая команда. Там люди, поигравшие в ЭХЛ и КХЛ, и Азиатская лига. Люди закончили. Там есть человек, который бредит хоккеем, хорошие деньги платит. Поэтому там вся элита Нижегородской области. Но, тем не менее, они в те выходные проиграли Таншаева. Если на выезде рассчитывать на поддержку болельщиков не приходилось и раньше, то на домашних играх их отсутствие особенно ощутимо. Спортсмены надеются на то, что скоро ограничения слабнут, и на трибуны можно будет попасть хотя бы части зрителей. Уважаемые болельщики, уважаемые саровчане, приглашаем всех посмотреть прямую трансляцию на Ютубе и в группе канала «16» ВКонтакте. Нашу прямую трансляцию – «Игру собачьей». Будем очень рады. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.